Мои опционные стратегии начали приносить достаточно стабильный доход и очень даже неплохой. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Я продолжаю изучать опционные стратегии. И несмотря на то, что многие говорят, что это крайне рискованное и так далее дело, на самом деле там есть варианты, как и ограничить риски и прочее. Но я, кажется, прямо вот нашел, как там зарабатывать и достаточно стабильно. Главное вовремя выводить прибыль, наверное. Итак, я последние две недели занимался тем, что торговал недельными опционами на индекс РТС. И там вообще, ну, недельная, то есть в течение недели он позволяет оттестировать любую стратегию. То есть она раз и завершается экспирацией. И первая неделя дала мне колоссальный доход. То есть, ну, целевая доходность у меня была примерно где-то 10% в месяц. Я для себя поставил, но в первую же неделю я на индексе РТС сделал 9,5%. Легко и играючи. Меня это вдохновило, воодушевило. И я начал то же самое делать и следующую неделю. Завтра будет экспирация. Но уже сегодня, наверное, можно подвести какие-то первые итоги. Если завтра не будет очень резких скачков, то, в общем-то, сейчас я покажу, чем это завершится. Итак, посмотрите. Ну, здесь на самом деле все очень-очень нехорошо. Вот, посмотрите. Вот такая вот у меня стратегия к завтрашней экспирации. То есть, ну, к 14 часам будет уже все более-менее понятно. Посмотрите, что означает вот эта линия. И вообще, что означает. Вот эта линия означает текущее состояние. То есть, если индекс РТС качнется вправо или влево, то, ну, в общем-то, к экспирации у меня ничего не произойдет. Вот они, вот, смотрим, такая штучка. И здесь прямая линия планка. Эта прямая линия соответствует 26 611 рублей. Видим, да? 26 611 рублей. Теперь смотрите. Вот эта планочка. Вот эта планочка. 125 тысяч. Это значение индекса РТС. Видите, да? При достижении индекса РТС 125 тысяч в диапазоне от 125 до 130 тысяч я получу фиксированную доходность. Вот от этой стратегии в размере 26 тысяч, ну, где-то вот 660 рублей. Это будет финальный аккорд, потому что предыдущие я получил сегодня. Но здесь все не так просто. Давайте посмотрим, что у нас вложено в эту, ну, значит, сколько денег у меня на счете. На счете сейчас 126 тысяч. И вот это вот самое печальное на самом деле, потому что в начале, буквально неделю назад, здесь было 160 тысяч. То есть, в принципе, эта неделя у меня убыточная, я вам честно могу сказать. Вот, потому что, ну, предыдущая неделя, вот когда в начале я начинал этим заниматься, в начале июня, у меня на счете было 148 тысяч. И я заработал в первую неделю практически, ну, там, что-то 14 тысяч. То есть, ну, практически 9,5 процента я посчитал там, ну, очень даже хорошо. Я это воодушевился. И вот я двигал вот эти стратегии, здесь я немножечко ошибся. Когда у меня цена ушла вот сюда, я сдвинул вот эту, я научился двигать без потерь крылья у стратегии. Но зачем-то меня черт дернул передвинуть всю стратегию. То есть, и вот это крыло я тоже передвинул сюда. Это была ошибка, потом мне ее пришлось двигать назад. И на это ушло, ну, в общем-то, деньги. В результате я по итогам в убытках. Хотя, если бы я этого не делал, я был бы в прибыли. Но сейчас мы видим, что я получу 26 600 и 127 тысяч на счете. То есть, получится где-то 154 тысячи. Это, естественно, больше, чем было две недели назад, 148 тысяч. Но, соответственно, неделя получилась у меня не самая радостная. В отличие от другого счета, в котором я не занимался, это другой счет у меня. В этом счете у меня такая же точно стратегия. Но здесь было вложено что-то там 160 или 180 тысяч в начале. И, значит, первая неделя аналогично здесь мне принесла прибыль. Сейчас вторая неделя. То та же самая стратегия. Но, как вы понимаете, мне не хватает на два счета одновременно. И даже это к лучшему. Потому что на втором счете я не так активно двигал позиции. И, соответственно, здесь у меня будет завтра. Вот сейчас 0. Завтра будет плюс 40 при том же диапазоне. От 125 до 130 тысяч. Здесь будет уже 40 тысяч. То есть, на секундочку, 25% к счету. Это не считая того, что уже получено. То есть 25% за неделю. Ребята, ну это достойный результат. Это очень хорошо. Опционы. И опционные стратегии позволяют... Ну, вот смотрите. Вот он индекс РТС. Вот в этом диапазоне, если находится... Вот он сейчас ровно посередине. Если он будет находиться в диапазоне... Сейчас давайте я вам покажу, что такое, что дает вот эта опционная стратегия. Вот давайте посмотрим. Вот он индекс РТС. Это 30-ти минутный график. То есть, здесь за несколько дней. Вот он. Теперь я сейчас нарисую вот такой вот квадратик. Посмотрите сюда. Ой. Ну да, прямоугольник. Вот здесь вот я нарисую. Вот он от 130 до 125. Вот он. Вот он прямоугольничек. Вот такой вот. Посмотрите. Если цена на индекс РТС, если индекс РТС останется в этом диапазоне, то вот этот счет даст мне завтра плюс 40 тысяч. А второй счет плюс 20, где-то там 26661, насколько я помню. Вот. То есть, ну, очень даже неплохие результаты за неделю. Ну, согласитесь, там 60 тысяч на такая небольшая сумма вложена всего. Ну, там 160 тысяч, и здесь 180. Ну, сколько там? 300 с чем-то тысяч. Очень даже неплохие результаты дает эта стратегия. Причем за неделю. А итоги месяца мы подведем чуть позже. Ну, вот. Ну, по-прежнему я хочу сказать, что опционные стратегии, они работают. Но посмотрите. Вот если цена не вылезет вот отсюда, то все будет хорошо. А если она вылезет и достигнет... Вот она вылезет. Ну, в данный момент уже очень-очень так напряжно. Если она вылезет вот до такого диапазона. Вот. Сейчас это достаточно напряжно уже становится. То, в общем-то, у меня уже... Вот. Вот если здесь это еще прибыль уменьшается. То есть, я все еще в прибыли. Ну, а дальше уже идут убытки. То есть, надо все-таки следить за этим. И надо вовремя, ну, что-то делать, отслеживать. Для этого нужны свободные средства иметь. Ну, вот оно, пожалуйста, ребят. Все это возможно. И более того, я ограничивал все эти, ну, какие-то вот убытки, которые возникали. Теперь давайте посмотрим максимальный диапазон изменения, который был. Он был как раз от 130 до 125 тысяч. То есть, на 5 тысяч менялся он. Это происходило, когда вот 4 июня. Что было в этот день, я не помню. Ну, достаточно резкое движение. То есть, в принципе, если расширить немножечко этот диапазон еще больше, что я и планирую сделать, наверное, в следующем месяце, то вообще, так сказать, ну, как бы проблем становится меньше и меньше. У меня целый рой идей на эту тему. И по-прежнему я делюсь этими идеями в чате по опционам. Это для тех людей, которые закончили курс по опционам. Ну, а если вы не закончили, то у вас есть все шансы это сделать, посмотреть. Ну, друзья мои, вообще просто я в восторге, на самом деле, от опционов. Вот, опционы и стратегии позволяют сделать вот вообще все. И это сильно круче фьючерсов. Это я вам еще докажу в ближайшее время. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание, лайк, подписка. С вами был Демитков Юрий. До встречи.